наша тема наша тема укутывание я хотел несколько моментов сказать пришли освежить помните да что укутывание это замечательная замечательный способ это который надо надо стараться восстановить использовать его очень удобная вещь вот и укутывание который мы запрещаем до субботы мы сказали что это укутывание которое добавляет жара да самый простой пример у вас бак на огне стоит на платье стоит вот на него кладем что сверху и на это то что положили сверху допустим хала положили полотенце со всех сторон она у нас укутала халу вот мы сейчас положили это до субботы еще сделали мы как раз создали ситуации что у нас укутывание кота добавляет жару это нельзя делать до субботы я видел написано ты мне равняшевых экранов рака что даже если тут это сделаю субботу утром укутать таким образом пятница пятница пятницу там это сделали это вот потому что сказано до субботы нельзя это делать нельзя это делать теперь суббота мы говорим что запрещено укутывать столько даже даже вещь который не добавляет жара то есть даже когда у нас не находится это на на огне и мы кладем туда это полотенце а просто берем заворачиваем полотенце вещь который у нас допустим сняли с огня да мы хотим просто хранить это самое тепло которое у него есть мы укутываем поэтому полотенцем или в одеяло заворачиваем это нельзя делать саму субботу так но но поскольку мудрецы установили именно в вот вот таким вот образом этот закон соответственно когда мы уходим немножко в сторону у нас уже есть облегчение давайте посмотрим на эти облегчения прежде всего пример у вас кастрюлю стояла на оплате субботу вы сняли теперь вам важно все-таки дети сейчас не все хотят кушать кто-то говорит что я потом я потом вы знаете потом она остынет снова ставится это обратно вас не тел потому что вся эта вся кастрюля много места занимает вам нужно поставить проблема вам нужно небольшое количество допустим сохранить что можете сделать вы можете то что в этой самой кастрюле который вы сняли с огня перенести это в другую кастрюлю укутать ее полностью как только хотите это можно делать субботу то есть мудрецы запретили укутывать только то что вас стояла на огне да как только вы это перенесли в другой сосуд все это укутывание уже не запрещено примбраченным пример передом так что до конь� tops мы придем к другому пример так муж перетаскивала ящики вот потянул спину вот и шаббと он ох и то х и лежит вот вам нужно там грелком поставить так может открыть кранчик меха брат которого остается с водой горячей набрать в эту грелку воды горячей так вот укутать ее там еще это под него чтобы он полностью не был и все замечательно можно это сделать почему потому что это во втором сосуде но он по беседу по это все-таки грелка будет ториза задумали нет сама грелка будет вторым так пожалуйста если вы переливаете струя у нас еще мы сражаем сама струя что мы сражаем что она еще является стали мини статус первого сосуда но то куда мы переливаем это уже является по всем мнению нет нет еще раз баг он первый сосуд вы правы я перерываю что переливаю сейчас во второй сосуд да конечно до таком смобы с в этом или виду потому что когда переливаем допустим это даже если это будет кипящая вода там не знаю по 90 градусов но вы перелили это во второй сосуд это является вторым сосудом мы с вами говорили действительно что второй сосудом случае мы это должны устражать не все вещи так погружать потому что у нас в том случае когда яд не хвет но это второй сосуд и в отношении укутывания нет в проблем можно эту вещь укутывать без проблем да пород то есть у вас будет там капли от уже прокипяченой воды они остыли эти капли и вы будете сейчас на эти остывшие капли наливать кипяток лучше это сделать все-таки через нет не прям строй из бака а через другой сосуд то есть сначала сделать во второй сосуд из него уже наливать по идее это в виду воду кипятить заново нет проблем но все-таки не из первого сосуда за второго сосуда вода которые которые полностью остыла и мы знаем сейчас что мы польем на него из первого сосуда есть а если другое дело за другой дел это другой отдел есть там нет воды практически там нет воды возможно вы правы но 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 мы с вами допустим говорить с вами о том допустим у нас есть паломник паломник набирали паломника м babe этот паломник допустим ешь порижал некоторое время это вода остыла я могу снова погрузить его года то есть вы говорите про reb Graham незначительное количество воды Именно такой энергии, на которой просто нечего с ним считаться. Это может быть, это может быть. Но в грелке это не так просто сделать. Я вам скажу, у меня есть чайник, заварной чайник, заварной чайник, вот, и это просто, это столько времени занимает вывезти его из вода, потому что у него везде эти самые, везде это кайма, просто это очень тяжело сделать. Я переворачиваю, вытрясываю, это не так просто сделать. То есть там остается вода, вода, не капля, а вода. Вот. Там, опять-таки, может быть, кто-то и разрешает даже в таком случае это делать, но в данном случае лучше спросить у Рава. То есть я не могу прям так сходу сказать, что это... — Во-первых, термос проще выделить, чем грелку. — Тонкое полотенце, там проблемы, там, может быть, с хитом, потому что он сам узкий, он сам узкий. Там проблемы с выжиманием, там, вот же, может быть, проблема. Вы говорите, как его вытрясать, нужно ли опасаться на этот момент, на эти капли. Давайте мы все-таки... Я уточню этот вопрос, насколько нужно опасаться на это. И тогда сообщу уже конкретнее. Хорошо? — А почему можно сделать это? Ну, в смысле, в лечении? Нет, в смысле, что-то... — Нет, нет, не в смысле лечения, а просто, чтобы согреться, просто, чтобы полегче стало. Не легче, не лечение, не лечение. — А если... Да, если потянуло. Да, если что-то, вот бывает, спина... — Расслабить, расслабить просто, расслабить мысль. Говорите, что это дары фуа, считается, возможно, что это да, запретят. — Массаж? Массаж это все-таки поконкретнее, там, в смысле, он просто лежит на этом. — Если живот будет? — Просто лежит на этом. Я уточню, я уточню этот момент, вы правы. Я уточню этот момент, но, по крайней мере, для ребенка точно это можно сделать. — Массаж ребенка? — Ребенка это можно сделать, а после него животик заболел, ему нужно расслабить просто, тепло помогает, да, дать ему грелку, в данном случае, для ребенка, который да, разрешается лечение, это уже проще. Но вы правы, может быть, надо подоточнить, насколько это является. — Укутывание? — А почему люди запретили запрет на укутывание? — Это запрет мудрецов. — Это разница на каком запретолете? — Да, потому что еще это опасается, что может, ну, есть разница, то укутывание, которое делается до субботы, и то укутывание, которое делается в субботу. До субботы то, что делается, говорит о том, что поскольку он укутывает вещь, которая добавляет жара, человек может не различить, тогда поставить это в угли горячие. Вот, поставить на угли, а потом уже не совсем недолго, что он может их просто пошевелить, а это уже возгорание запрет торы. Вот. В субботу уже другая причина, более далекая. Вот. Сказано, что поскольку он может у него быть еда остывшая, и это будет для него ненавсимо, он не выдержит и подогреет. Поэтому даже такой момент не укутывает. Опять-таки мы говорим о том, что немножко в сторону уже это разрешается делать. То есть перенести в другой сосуд, это уже можно делать. Так? — А можно можно где-то делать массаж? — А можно массаж делать? — Массаж делать? — Это большая тема. Это большая тема. Это я расскажу. А надо говорить, Б. Если вы хотите, после урока я немножко скажу, но я начну сейчас. Потому что это очень большая тема. Кому можно, когда можно, в каких случаях можно. Хорошо? Так. Теперь следующий момент. В урхот-шаббат написано о том, что можно разрешить... Давайте начнем с другого. У нас был такой случай, что укутывается хала в пакет целлофановый. Так и ставится на бак, чтобы подогреть. Мы говорили о том, что это да, можно делать. Да, можно делать. Вопрос в том, если укутывается это в фольгу. Урхот-шаббат написано о том, что то, что укутывается в фольгу, тоже можно делать. Вопрос такой, что фольга — это алюминий, который, если не добавляет жара, то, по крайней мере, он хорошо его распределяет. И возникает вопрос о том, что это, по идее, вещь, которая добавляет жара. И вообще, почему это не укутывание? Почему это не укутывание? Почему оборачивать фольгу можно? Можно оборачивать фольгу и ставить на бак, и это разрешается делать? Да, можно делать. Что-что? Еще раз. Рыбать, а зачем вырвать? А, в смысле того, чтобы разрезать? Даже более того, если у вас, допустим, вы хотите раскрутить рулон, не рвать, просто раскрутить часть рулона и поставить таким образом тоже нельзя. Почему? Потому что это мукция. Рулон является мукцией. Почему? Это мнение Равляшева. Нет, ну какое-то мнение. Есть те, которые говорят, что это не мукция. Однозначно написано, что это мукция. И я спрашиваю Равляшева, правда, давно был уже, мне кажется, тоже он сказал, что это мукцией является. Да-да, в том числе туалетная бумага. Почему? Потому что это не форма применения его. Мы так не применяем. Ну, мы не применяем рулоны тем, чтобы просто немножко его раскрыли и таким образом укутываем. Мы разрезаем, а потом уже применяем. А поскольку это не такая форма применения, это является мукцией. Ну, так не применяет его. А, последнее, последнее. Не надо мне ничего отрывать. Здесь, опять-таки, это начинается долгая дорога. Что было, у кого-нибудь была эта мысль до субботы. Это сколько осталось этого рулона. Понимаете, здесь есть нюанс. Есть вариант, когда это да, можно быть, но это неоднозначно. 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 Не буквально руками, а, допустим, носом. Это можно делать. Это можно делать. Это не по всем мнениям, как вы сами сказали. Да, 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 я сказал не по всем мнениям. Но мнения, которые говорятся, это авторитетные. Насколько я помню. Да, вы правы. Вы правы. Да, 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 да. Безусловно, безусловно. Я изначально, еще раз скажу, подтвержу этот самый момент. Я неистинно последней станции. Я вообще слышал, что слухи разные ходят. Потому что, а, он насторожает. Он насторожает. Вот. Я еще раз повторю правила, о которых я стараюсь здесь говорить. Я говорю вам мнение, которое либо является общим, основным потоком, которое есть. Вот. Просто это очень часто совпадает с мнения Равляшева. Когда мнение Равляшева, допустим, отличается мнение других. Очень сильно расслабляется. Я указываю, что есть другие мнения. Чтобы вы знали, что здесь есть расклад. Если это не так, зачем мне говорить, а вы знаете, он говорит так, а он говорит так. Вы не будете знать, в какую сторону идти-то нужно. По крайней мере, будете знать, что он устрожил. Нужно ли мне его устрожать? Я проверил, кто сказал, что я должен на одном случае это делать. Так? Ну, по-моему, чтобы была какая-то конкретная линия. Да. Можно у вас раскатить одноразовую? Можно порвать или поездить, или погрызть. Я про него говорил. Рулон, рулон, когда у вас одноразовая раскатка. Какой рулон? Рулон. Ну да, да, да. Если этот рулон, который не используется, а только когда вы разрезаете его. Если это такой рулон, этот рулон сам по себе является мукцией. Но опять-таки, мукцией, это не значит, что я не могу для него этого трагинским образом. Я могу это сделать, но опять-таки измененным образом постелить скатерсть. Это проблема, потому что я буду все время шевелить. Но, допустим, туалетная бумага. Воспользоваться, да? Вот. Это да. Есть вариант, это нужно сделать. Я думаю, что то, что мы используем шабан, это не является мукцией. То, что мы не используем шабан, это является мукцией. Если, например, рулон с мусорными пакетами, которые друг другу не... Без проблем, без проблем. Но они разделены. Правильно? Они разделены. Изначально они разделены, поэтому никакой проблемы нет. Скатерзки нарезаны. Скатерзки нарезаны. Скатерзки нарезаны то же самое. Проблемы нет. У нас это в такой форме, который сделается. Нет проблем. Да, пожалуйста. А фольгу можно продавать ей любую форму, шабан? Что-то там оборачиваю, что-то... Я лампу закрываю. Да. Вы не придаете ей форму. Да, но у вас нет цели придать форму. Вам нужно просто укутать лампу. Вам нужно укутать лампу. Вам не нужно форму ей сделать. Форма запрещена... Насколько мне известно, это нужно, безусловно, еще раз повторять. Это запрет. Он идет на запись. Это запрещена запись. Вот. И там важно именно, когда у вас есть цель придать форме, потому что придается форме. В данном случае я не вижу, что это имеет запрет работы. Да, в данном случае это не с точки зрения... Это с точки зрения текун моны. Это в данном случае вы делаете абажуру. Да, это уже с точки зрения... Это не бой, но это текун моны. Это макеба патиш. Это макеба патиш. Вот. это уже другое дело сделать абажур это сделать просто давайте я попробую этот вопрос уточнить я уточню позор уточнить но по идее допустим сделать воронку специально сделать воронку в субботу я думаю что запрещено причем может быть даже что очень запрещено мне кажется я я уточню то что вы спрашиваете абажур является ли это просто можно закрыть это вот уже остается такой форме понимаете он фиксируется в этой форме что что не в данном случае не за воронку чтобы использовать как клей как как инструмент для того быть воронка разные вещи кстати кстати по поводу это тоже есть мнение которое запрещает делать допустим это салфетки в качестве этом лебеди или так далее подобно это статьи с ней который запрещает вот топ теперь смотрите еще раз фольгу укутывать и поставить таким образом на мехам можно можно это делать вот почему фольга она вроде бы добавляет жара вот я видел написано ты ты меня написано сказано ты не равнявшева этого года мне сам рассказал вот что поскольку фольгу использовать так и так и для того чтобы защитить от грязи и того чтобы действительно чтобы она подогревала поскольку есть такое такое применение не запрещать в данном случае не запрещается вот изначально принцип почему это вообще можно делать потому что нет запрета когда я укутываю с целью того чтобы защитить от грязи потому что в лаке написано то что делается для то против мышей чтобы добрались мыши нет это проблема такое путем не разрешается делать делать что как мы можем это определить по одному принципу что какое намерение если это делали с намерением того чтобы защитить от грязи или даже видел написано тренировали орбаха что если рассыпается у вас допустим не удался вам пирог в этом в этот раз и вот хуже то каким образом форму держать его вот и вы поэтому укутали это это ну таким вот это фольгу это тоже разрешается это цель для того что это не вы пытаетесь того чтобы сохранить лежат нет не не ну не нет миссу что просто укутали чтобы он не развалился до что он за день развалился не растекся не растекся уж совсем вот так теперь еще один момент я скажу и на этом завершим за душем когда мы в руках напад написано о том что когда мы помещаем допустим какую-то еду в чем-то так чем помещаем допустим рис чтобы он был да прям чем и что он прогрелся там пакетики до в пакетики мы помещаем это вот этого хода написано том что мнение основное что это не нужно дырки делать вот но я видел что немало мудрецов пишут о том что все эти нужно продырявить проверяется потому что когда вы продырявились пакетик то у вас уже однозначно не укутывание потому что у вас видно тем самым дырками о том что вы хотите чтобы вас это стало единым общим варевом вот поэтому сразу тем самым дырочками подчеркиваю о том что мы не 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 делаем это для укутывания если вы положите это в фольге но опять-таки дырки сделать чтобы у вас рис не имел вкус джон вы хотели положить в в чем-то чтобы он подогрелся таким образом вот по мнению рхот шаббат он говорит что рашон да разрешает 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 но есть те которые говорят что нужно все-таки у стражей сделать дырочки и последний момент кто из вас сказать а что-то интересный вопрос все запрос может особо что-то а-а-а открытый клёк то есть у вас сам что есть дырка там здесь по идее по идее сам пакетик не ну не 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 это нет нет ну во первых как бы это вы правильно просто что мы с этом начали вообще наше занятие вы сказали о том что у нас при тем когда у нас начинает сжиматься нет ли здесь эта проблема на этом не ответил так я спросил ваш вопрос он сказал что поскольку вас нет никакого намерения сделать новым варку вот извините форму вот то нет в этом это запрет работам в конце нет в этом запрета еще один момент хотел сказать что если у вас какая-то вещь которая была нагрета хорошо было нагрета сильно нагрета была но она вас остывает и уже нет это не не на температуре я солидат так то такую вещь не проблема уже укутывать уже нет проблем такой вещь укутывать то есть вещь которого состыла остыла у вас до температуры меньше который меньше я такой вещь который нет проблем укутать все лучшим